Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Нам понадобится Картошка Сливочное масло Мускатный орех Соль, перец, конечно Молоко 3,5% И сливки 20% 50 на 50% И в этом рецепте используется чеснок Я буду использовать наше замечательное чесночное масло Как раз покажу вам, как можно применять наши заготовки Количество молока и сливок может варьироваться в данном рецепте Все зависит от их жирности и от содержания крахмала в картошке Поэтому делайте на свой вкус Лучше брать сорта картошки с максимальным содержанием крахмала Он нам нужен для загустения соуса Но у нас в магазинах, но тем более на рынках, эту информацию вам не дадут Говорят, что белые сорта богаче крахмалам Так что, как ее выбрать, я не знаю Но если кто подскажет, я буду очень благодарен Промываем картошку Теперь приготовим нашу заливочную смесь Добавляем молоко Сливки Соль Черный перец Мускатный орех У меня молотый И растопленное сливочное масло Теперь все перемешиваем Пробуем Смесь должна быть достаточно соленой Потому что картошка у нас заберет соль Я еще посолю Чуть-чуть То, что нужно По оригинальной рецептуре Сначала нужно картошку, нарезанную ломтиками, отварить в этой смеси И потом уже выкладывать для запекания Но я вам сейчас покажу свой способ Мне кажется, что он значительно интереснее и проще Режем картошку тонкими ломтиками Таким образом, чтобы их толщина была равна где-то толщине монеты Удобнее, конечно, использовать мандолину Но я ее, честно говоря, боюсь Кстати, нарезанную картошку ни в коем случае нельзя мыть Потому что, если мы ее помоем То мы таким образом вымоем крахмал А нам в данном виде нужно максимальное количество крахмала для связи И закидываем в нашу смесь Перед тем, как выложить картошку в форму Натираем ее зубчиком чеснока Ну а если бы уже приготовили чесночное масло Тогда смазываем им И аккуратно выкладываем нашу смесь в форму Теперь возьмем сливочное масло И аккуратно раскидаем по всей поверхности С ним вот эта вот румяная корочка Она будет лучше образовываться По правилам, картошку сначала отваривают Примерно минут 10 в молочной смеси Ну а потом уже помещают в форму для запекания Я этого не делаю Дело в том, что после варки ломтики при прикладывании начнут ломаться А это нам совсем не нужно Ну и как и лишняя грязная посуда Последний штрих Черный молокий перец Если в этом смысл я не знаю Но это, мне кажется, очень профессионально И несем его в духовку В зависимости от объема будем выпекать при низкой температуре Где-то 150 градусов Час-полтора Потом повысим температуру до 200 Где-то минут на 30 Для образования румяной корочки Наверное, у вас появился вопрос Должен быть нейтральным и дополняющим Чтобы не перебивать вкус основного продукта Всем желаю зверского аппетита И до встречи в следующих роликах